Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл, посвященный тысячелетнему разбегу русской исторической державности, истории русской церкви и русской культуры. Мы остановились в прошлой нашей беседе на истории Государственной Думы, которая составляет немаловажный элемент во всей истории царствования последнего российского императора Николая II. Мы говорили уже об этом противоречии между императором, единоличной властью, даже с элементами сохранения самодержавной власти и народного представительства, которым худо-бедно была Государственная Дума. Есть противоречия, безусловно. И тут ничего не сделаешь. Это была тоже попытка как-то революцию перевести в эволюцию. Но на самом деле не эволюция, не даже полуконституция, которую некоторые считали манифест 17 октября. Это все были полумеры. Они не спасали ситуации. Страна сползала. Сползала к революции полномасштабной. Сползала к катастрофе. Что можно было тут сделать? Все мыслители, все обозреватели, все мемуаристы, все участники событий, все по-разному оценивали реальные результаты и возможности, реальные возможности последнего российского царствования. В том числе, в том числе, вопрос в том, что мог ли это сделать именно этот государь-император, именно такой государь-император. Мог ли он это сделать именно в этих сложившихся исторических условиях? И можно ли было вообще что-то сделать? Ведь, как вы понимаете, с оползнем, с обвалом, с цунами бороться невозможно. Единственный вопрос только, было ли сделано все, что возможно, из того, что человеку Богом дано. Здесь, повторяю, разные есть оценки. Некоторые считают, что не все было сделано. Были мыслители, писатели, философы и публицисты, которые предлагали какие-то свои варианты и которым виделись какие-то возможные варианты развития ситуации. Но вопрос заключается в том, что все эти варианты, их не так сложно изложить иногда на бумаге и очень трудно воплотить в жизни. Для воплощения их в жизни нужны соответствующие подготовленные условия. нужны люди. А мы сказали уже в прошлом нашей беседе, что одним из бедствий Николаевского царствования последнего был кризис с людьми, кризис кадров. Не так просто было государю найти соответствующих деятелей. По существу за весь период мы можем назвать двух выдающихся государственных деятелей, которые как бы стояли у престола и помогали императору в несении его тяжелых обязанностей. Я имею в виду Сергея Юрьевича Витте, граф Витте, с которым связана первая половина царствования и Петра Аркадьевича Столыпина, с которым связана вторая половина царствования, который пришел во власть именно для того, чтобы прежде всего попытаться погасить революционный пожар. И с этим он справился. И когда было очевидно, что он с этим справляется, государь назначает его премьер-министром. То есть дает ему борозды правления над всем государственным аппаратом, над всеми государственными программами России. Столыпин очень хорошо справился и с этим. Ну, достаточно сказать, что прежде всего мы уже говорили о том, как бойко, как резво побежали вверх кривые роста русской промышленности, русского экономического развития. Соответствующие западные наблюдатели говорили, что если продолжится так еще лет 20, Россия станет недосягаемой в своем развитии, в своей мощи и непобедимой. И этого никто не хотел допустить. Этого не хотели допустить ни наши враги за рубежом, ни враги исторической России внутри нее. Столыпин и заданный им тон, заданный им темп развития в России и в промышленном отношении, и крестьянская реформа, так называемая аграрная реформа Столыпина, о которой написано столько книг и исторических работ, вот, они не были завершены. Никакие реформы в России до 17-го года так и не были завершены. И люди уходили не по своей воле. Большой вопрос, сумел ли бы государь-император в 1911 или в последующие годы найти фигуру, равноценную Столыпину. Может быть, при том кадровом голоде, о котором мы с вами говорили, может быть, и не смог бы. Может быть, и нельзя было отпускать из власти Столыпина и, может быть, более бережно надо было к нему относиться. Не относились. Это, увы, факт. Бережно к Столыпину и к его реформам и к его правлению не относились. Кому-то казалось, что он слишком заслоняет собой государя-императора. Это был новый тип деятеля. Это был человек 20-го века. Были и другие люди 20-го века, которые по разным причинам либо не могли и никогда не вошли бы во власть, либо не были приглашены в нее. Были. Но для этого, повторяю, нужны были обстоятельства. Обстоятельства были неблагоприятны. Я имею в виду прежде всего две программы, связанные, условно говоря, с двумя выдающимися русскими газетами того времени. Это ведь тоже знак эпохи. Когда мы говорили об эпохе Александра II и Александра III, там мы говорили не о газетах. Там мы говорили о великих писателях, мыслителях и философах, о Достоевском и Леонтьеве. Здесь мы прежде всего говорим о газетах. Царствование Николая II ознаменовало переход в новую эпоху. Эпоха газеты, которую читают. Вот чтобы приучить государственных деятелей и элиту, и депутатов Государственной Думы, и царское окружение читать газету, нужно было принять меры. Нужна была газетная индустрия. И она создавалась. Возникают короли русской печати. Их было два таких короля. и две больших национальных газеты. В Москве московские ведомости, на протяжении многих лет редактировавшиеся когда-то Котковым, а после его смерти его преемником Петровским, и затем в последний уже 97-й 907-й год Гринкмутом, и в Петербурге новое время, которое с самого начала было детищем Алексея Сергеевича Суворина. Московские ведомости еще во многом были все-таки изданием достаточно патриархальным. Новое время было изданием принципиально нового типа. Что сделал Суворин? Суворин не только пригласил в свою газету лучших журналистов, и обозревателей, и репортеров, и аналитиков. У него работали такие выдающиеся бесспорно писатели, как Василий Васильевич Розанов в новом времени. Но он принял и меры к тому, чтобы газету читали. Он закупил право, чтобы по всем станциям железных дорог в Российской империи, чтобы по всем станциям во всех киосках продавалось новое время. У него был разработан целый словарь 300 адресов наиболее выдающихся деятелей и правительства, и политики, и культуры, по которым он рассылал свою газету. В этот список входил и государь-император, и его министры. Другой вопрос, читал император газету или нет, или ему только реферировали и докладывали. В том числе и Столыпин тоже. Столыпин начинал свой рабочий день всегда с чтения газет, в том числе с чтения нового времени. Конечно, ему бывало иногда и неприятно читать эту самую газету «Новое время». Потому что публицисты нового времени, такие, как Михаил Осипович Меньшиков, о котором мы будем еще говорить, они не щадили и самого Столыпина. Они подвергали его достаточно жесткой критике. Тиражи росли от того, что вокруг нового времени возникали политические скандалы, политическая напряженность. Что проповедовало новое время? По видимости, оно ничего не проповедовало. Это была газета капиталистического типа. То есть там были и передовые статьи о текущей политике, там были на последних страницах, она была толстая газета, так называемая, к числу так называемых толстых газет относилась. На последних страницах там была масса всяких объявлений. Если московские ведомости проповедовали то, что называют иногда московским архетипом, то есть проповедовалось возвращение к традициям, нормам мышления, нормам политического поведения 17 века московского царства. И вот этот московский архетип был подхвачен редакцией газеты «Московские ведомости». Там постоянно и достаточно талантливо проводились идеи, писались статьи, делались обзоры именно в смысле того, как возрождается в русском государстве, в русской государственности, как возрождается традиция московского царствования 17 века. Это достаточно любопытный момент. Сюда же примыкали некоторые поздние славянофилы и даже неславянофилы, которые выдвигали идею Земского собора. То есть Государственная дума их не устраивала, как она не устраивала и самого Николая Александровича. Государственная дума строилась как представительство европейское по партийному признаку. И там в результате оказались действительно представители всех разнообразных и достаточно противоречащих между собой партий. Элита страны, элита правящая Россией признает необходимым перемены и готова за эти перемены браться. И перемены достаточно радикальные, в том числе, почему называется консервативная революция, в том числе опираясь на низшие слои общества, обращаясь к христианству, обращаясь к рабочему классу, широко привлекая довольно естественно купеческое сословие. То есть все те сословия, которые чувствовали себя политически ущемленными в рамках исторической императорской России этого времени. И революция 905 года это показала. Соответственно, должна была быть новая идеология предложена государь-император остается на своем месте, но рядом с ним становятся национальные лидеры. И вот подготовить этих национальных лидеров, вот это и ставил своей задачей Суворин и его новое время. Для этого он и рассылал всем бесплатно свою газету. И как бы волей или неволей заставлял ее читать. И в этой газете, соответственно, говорилось и то, что могло привести к разрядке обстановки в стране, к консервативной революции, если угодно сказать образно, к выпусканию пара и, во всяком случае, на основе классового мира, а не классовой борьбы, и на основе национальных интересов, а не интернационализма, как пойдет потом в 17-м году и в последующие годы. Вот эти составляющие части национализм, классовый мир, прогресс и развитие, новое время всегда было за прогресс, за развитие, за новые методы и в промышленности, и в финансовой системе, и в политической системе, во главе с государем-императором. Император оставался, но он был как бы главой революционного процесса. Нам придется сказать некоторые слова и о союзе русского народа, и о так называемом русском черносотенстве. На самом деле это было движение вполне патриотическое, вполне осмысленное. Это не были какие-то бессмысленные лозунги невозможного, несуществующего и несбыточного. на самом деле союз русского народа, оставаясь действительно вполне монархической организацией, в то же время поднимал против революционного движения народную волну контрреволюции. Союз русского народа был движением националистическим, союз русского народа был движением контрреволюционным. Союз русского народа был за то, чтобы русский народ был в державе основным державосозидательным народом. Потому и союз русского народа. Конечно, злые языки сразу начали улыбаться по поводу того, ну вот, огромный русский народ, 84 миллиона человек по переписи 97 года. И он теперь пытается свою небольшую партию создать. Да? А что делать? Если создают свои партии, не имеющие никакой социальной и никакой народной национальной базы, социал-демократы или эсеры, или кадеты, по-настоящему чисто интеллигентские партии революционного и либерально-демократического толка, то вот если поднять волну народного движения и зарядить ее, эту волну, не революционными лозунгами, разрушение монархии, разрушение исторического строя, разрушение всей истории Российской империи, а наоборот зарядить ее лозунгами созидательными, поднять ее на защиту империи, эта идея, конечно, была здравая, но, к сожалению, опыт показал бессилие и крах этих так называемых черносотенных организаций. В России национального единения капиталиста, владельца завода или фабрики, со своими рабочими не было. В России национального единения и единомыслия помещика с крестьянами, несмотря на то, что прошло уже 40 лет после отмены крепостного права, не было. В России единения интеллигенции национальной с правительством, с властью не было. поэтому не могли пользоваться влиятельностью подобные лозунги. По существу союз русского народа. Он, кстати, сразу начал дробиться и раскалываться даже в самом себе. В 1906 году отец Иоанн Граждатский, выдающийся церковный деятель Святой Русской Православной Церкви, освящал знамена русского народа. 1906 год. В 1910 союз русского народа делится. Возникает два союза русского... Ну, типичная русская картина. Два союза русского народа. Во главе одного депутат Государственной Думы Марков Второй, известный Николай Евгеньевич Марков Второй. Это Марковский союз русского народа. Во главе второго основатель вообще союза Александр Иванович Дубровин, врач по профессии. Эти два союза начинают не сотрудничать и не одно дело делать, а полемизировать и враждовать между собой. А как русские люди полемизируют и враждуют между собой. Это каждый из них другому говорит. Сам ты жид, сам ты масон. Вся полемика на протяжении нескольких лет существования вот всей нашей так называемой черносотенной прессы едва ли к этому сводилась. То есть постоянная грязня между собой. Кроме двух союзов русского народа был еще союз Михаила Архангела во главе тоже с известным депутатом Государственной Думы Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем. Союз Михаила Архангела. Был союз русских людей во главе с будущим священным мучеником Протереем Иоанном Восторговым в Москве. Иногда все эти союзы и организации собирались вместе. Проводились съезды русских людей. Но никакой конструктивной программы они предложить не могли. Почему? Потому что они оставались в рамках самодержавной идеологии. Они не переходили по-настоящему и не могли перейти, будучи монархистами. Они не переходили к более конструктивным представлениям и понятиям устроения общества и устроения государства. А соответственно, как только все это было, все упиралось опять в систему, которая не могла больше работать. Нужно менять в целом положение в стране. Нужно менять всю систему власти, всю социальную структуру, отменять и разрушать увы, отменять и разрушать вековые институты. Без этого Россия не могла двигаться дальше. В этом сходились правые и левые. Именно поэтому к 1917 году во многом правые проэволюционировали к тем же самым революционным позициям. Очень многие, кстати, это тоже любопытный урок, очень многие думали отсидеться. Думали, что вот революция, все эти социалистические разговоры, все эти партийные программы, вот они пройдут, а мы отсидимся и будем по-прежнему получать свою денежную ренту, иметь свои имения, ездить в Париж, прожигать жизнь. Были и такие. К сожалению, таких было большинство. Мы уже говорили о том, что по социологической модели в любом коллективе, в любом историческом коллективе 10% таких, 10% противоположных по взглядам. Вот 10% было монархистов в России, 10% революционеров, 10% за правые националистические партии, 10% за левые и либерально-демократические. Остальные 80% их ориентация зависит от того, что будет делать государственная власть, как она наладит систему пропаганды, как она наладит систему управления общественными процессами. Если она не сумеет наладить, случится катастрофа. КОНЕЦ КОНЕЦ